Воспитывать сына 17 лет? Никак? Все, уже поезд ушел. Надо его оставить в покое, потому что если вы будете попытаться его воспитывать, он вас сам так воспитает, что мало не покажется. В 17 лет ребенок становится психически сильнее родителей, и родители с ним вообще ничего не могут сделать. Ничего, ровным счетом. Если они не установили с ним таких отношений, что он их слушает, то к 17 годам дайте ему возможность жить, как он может. Единственное, что вы можете для него сделать, это молиться за него. А также можете ему сделать для него следующее. Если он не работает, то вы можете ему дать пинка под зад, чтобы он жил не в вашей квартире, где вы его кормите, а там, где он может сам жить. И вы ему сделаете большое благо этим. Если он нигде не работает, вы ему пинка под зад даете, и он идет работать. Это касается только мужчины. Женщине надо по-другому поступать. Пускай живет в родительском доме, пока замуж не выйдет. Это ей благоприятно. Но мужчина, если он пользуется родителями для того, чтобы наслаждаться жизнью, не хочет работать, не хочет зарабатывать, и еще денежки со счета родителей умудряется снимать. Или как в России сейчас принято. Он как бы на родителей долг записывает, а они потом сами снимают, ходят. Весела жизнь вообще. И это по закону никак не наказуемо, кстати. Ну, только родители приходят, волосы дыбом, как бы у них там все щиты обнулены, и они не знают, что с ребенком делать. Пинка под зад. Вот все надо делать. Самое лучшее для мужчины любовь – это строгость. Строгость – это для мальчика, это самая лучшая любовь родителей. Лучше не бывает. Он так благодарен потом вам будет за эту жизнь. Единственное условие – пинка под зад надо делать с любовью. С любовью сказать, слушай, мой хороший, иди-ка живи сам. Вот так родители мои сделали. Я не просил у них ничего, но они мне просто сказали, ты поступай в медицинский, но мы тебе помочь не сможем. У нас бедная семья. Если сможешь, сам поступи. И я поступил сам. Потом еще дочери помог поступить, их сестре своей поступить в университет. Вот так мужчина должен жить. И он будет благодарен своим родителям за то, что они дали ему возможность стать серьезным человеком в жизни. Это очень хорошо. Но просто сопреживать своего сына – это не способ ему помочь. Это способ угробить всю его жизнь. И причина, почему родители так делают – это привязанность. Жалкая, постыдная привязанность к тому, чтобы наслаждаться сыном. Которого на самом деле мальчика надо воспитывать строгостью всегда. Только так он разум в своем сердце. Как улучшить отношения с семьей жениха? Как улучшить отношения с семьей жениха? Будущих своих родителей любит, но много… Ну, в общем, тема понятна. Смотрите, что происходит. Родственные отношения – это эгоистические отношения по своей природе. У мамы есть сын. Она его любит. Да? Это любовь эгоистическая. И мама согласна, чтобы у сына была жена. Но смотрите, интересный момент. Если сын влюбляется в эту девушку, то она не согласна. Потому что он забывает про нее в этот момент. И естественным образом у мамы появляется к этой девочке неприязнь. Она думает, не та в нашу семью попала. Она видит в ней кучу недостатков. Почему? Потому что… По факту, потому что муж, этот сын, позабыл про нее просто. И все. В этом причина, на самом деле. Но она находит тысячу других причин. Что лицо не то, и там все не то. И ведет она себя не так. И она не из той семьи. И все не то, короче. Почему все не то? Потому что просто сын ее любит, а не меня. Вот и все. Ну, это честно, если сказать. Посмотреть на жизнь честно. А вот придумать можно все, что угодно. Теперь вопрос, что же девушке в этой ситуации делать? Выход есть. Надо забыть про своего парня и начать служить маме. Причем служить придется туго. Потому что она будет унижать. Надо служить ей, служить и служить. И когда это служение даст результат, то есть она станет благодарна, но при этом она может не изменить своего решения. И решить, что все равно я не хочу тебя в нашей семье. Даже если она вот служит, и мать уже стала благодарна. Она победила, женщина, свою карму уже плохую. Потому что это результат ее плохой кармы. Такая ситуация. Она победила уже свою карму. Она служила, заботилась. И та в сердце уже довольна ей. Ну, говорит, я тобой довольна, но все равно я не хочу, чтобы ты была в нашей семье. Довольна, ну, значит, до свидания. Мать довольна, то есть она довольна. А дальше надо выходить за него замуж просто. За ее сына. Если при этом парень продолжает хотеть, если они хотят быть вместе, женщина уже удовлетворила родителей мужа. Дальше можно просто выходить замуж. вопреки их воле. И знать, что дальше произойдет. Они не будут сильно сопротивляться. Они будут, как бы, делать вид, что они сражаются против этого. Но внутри они уже, как бы, смирились. И потом они примут ее в жизнь. Это все. Потому что никто не обязан дурь удовлетворять человеческую. Служить мы обязаны. Удовлетворить, заботиться о родственниках, женщина обязана в первую очередь. Но дурь удовлетворять родственников никто не обязан. И они это тоже знают, родственники, в своем сердце. Если, как бы, ты выполнила свой долг перед ними, они хотят чего-то еще, до свидания. Но с любовью до свидания. И они примут это потом. Они признают, что ты правильно сделал это. Не будет никаких здесь возражений. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что девушка молодая, которая с парнем встречается, чаще всего она плевать хотела на ее родителей. На его родителей. И поэтому они ее и не любят. Понимаете? Вот по факту так чаще всего бывает. Но бывает и по-другому. Но если даже по-другому, она должна все равно им служить и унижаться перед ними, для того, чтобы заевать сердце по-настоящему своего мужа. Потом может, потом что случится в конце? А в конце случается следующее. Вы устали уже? Нет меня слушать. В конце случается следующее. Она строить пытается с ним отношения, а он бегает к маме и жалуется. Я вот такое тысячу раз видел. Это результат того, что она не завоевала сердца. Женщина, ее обязанность, женская обязанность, завоевать сердца всех родственников. Она должна контролировать ситуацию. Вот у меня жена, она звонит всем. Моим маме там, всем родственникам, со всеми как бы полностью общается. Я не общаюсь. Она подходит ко мне. Мама хочет с тобой поговорить. Я раз разговариваю с мамой. Я знаю, что жена, когда на дома с мамой поговорить, жена подойдет, подаст мне трубку. Она контролирует всю ситуацию. Это обязанность женщины устанавливать отношения с родственниками и поддерживать их. Теперь муж с мамой сю-сю-му-сю по два часа в день. Это значит, что мама не отпускает. Что делать? Надо тоже с его мамой по два часа в день сю-сю-му-сю. Даже если мама не хочет этого. Просто с ней советоваться, звонить. Мамочка, мы с моими родителями проблему-то решить не можем, а вы у нас такая умная, и я так преклоняюсь перед вами. И понеслась. Объясните мне вот это, объясните мне то, и все. И потом приходит время, и как бы мамочка звонит сыну о том, как надо жить. А дочка звонит, как бы маме, то есть жена сына, и говорит, мамочка, да давай мы с тобой без него решим эту проблему, как нам надо жить. Он просто занят. И все. И тю-тю. Ей придется с ней решать. По факту так и должно быть. Эта женщина контролирует отношения с родственниками, и она ситуацию всю устанавливает. А мужчина принимает это просто и все. То есть она должна взять власть в свои руки женщины в отношениях с родственниками. Это очень благоприятно для семьи в целом, потому что когда начинаются трудности, то всегда родственники будут за семью. Вот допустим, женщина взяла власть в свои руки в отношениях с родителями мужа. Если допустим, какая-то ситуация в семье плохая, они не будут советовать родителей разводиться. Они будут за семью, потому что оба для них дороги. Понимаете? И решаться все будет, само собой. Ситуация. У меня такая есть, как бы, замечательный пример тому. Одна женщина из Москвы вышла замуж за индуса. И что она сделала? Там очень сильные родственные узы, и она начала устанавливать серьезные отношения это из Москвы, то есть это не отсюда, из Москвы пример. Она начала устанавливать отношения серьезные с родственниками мужа. И добилась того, что, несмотря на то, что она белая, не индуска, они посчитали ее своей дочерью и сказали ей, мы тебя будем во всем защищать, ты для нас родная, и как бы мы на твоей стороне всегда, запомни. Ну, то есть она добилась такого, что ей сказали родственники. Потом дальше что произошло? У него в результате влияния судьбы у него поехала крыша, а так как он индус, он не может бросать жену. Ему захотелось другую женщину, он начал по интернет сексом с ней, там, тонким этим сексом каким-то заниматься. Ну, в общем, там год длилась ситуация, и родители знали об этой ситуации, и пришло время, они ему сказали, домой не приезжай, мы тебя не хотим видеть, но, пожалуйста, пошли к нам сюда свою жену. Мы хотим, чтобы она жила с нами. Ну, то есть она приехала к ним, а потом он как облупленный пес приехал прощения просить, и как бы и он, таким образом они сохранили семью, то есть они заставили его жить с этой женщиной. Такой случай, интересно. Так родители могут подействовать. Что значит быть нескрытной? Если говорить все, что проносится в голове, то такая болтовня утомит. Что именно надо открывать, и как это в себе распознать? Если предсказуемо негативная реакция, то все равно делиться своими тревогами или справляться самой. Есть один способ хороший, как женщине, сохранить семью. Это открывать сердце мужу. Очень важно. Мужчина не может открывать сердце. Для того, чтобы он искренне себя вел с женой, она должна ему сердце открывать, и тогда в нем просыпается искренность, как в ответ. Потому что мужчина в отношениях очень зажатый сам по себе. Ему трудно открывать сердце. А если он его открывает, то он это делает нечестно чаще всего. У него есть какой-то план, какая-то идея в отношениях к жене. Поэтому женщина, она обязана открывать сердце мужу. Но смотрите, интересно, что тема важная, надо знать, как открывать сердце. Потому что жена не должна рассказывать мужу, кто у ней был до этого и как она с ним спала. Вот какие чувства к нему испытывала. Это не надо рассказывать мужу. Если он ее спрашивает, а какие ты чувства испытывала вот к тому человеку, к которому жил? «Расскажи, пожалуйста, как вы с ним сексом занимались? Какие у вас были друг другу ощущения?» Знаете, что этот вопрос он не приведет ни к чему хорошему. Потому что дальше потом муж вам об этом напомнит. Не в той ситуации, в которой нужно напоминать. И это будет очень больно. Поэтому надо ему сказать, что это все забыто. То, что там было, это уже прошло. И никогда не говорить на эти темы интимной жизни с теми, кто был до этого. Потому что эта тема закрытая. Это не та тема, где надо сердце открывать. Сердце надо открывать, когда есть какие-то трудности в отношениях с этим человеком. Есть разные уровни доверия в семье, степени доверия. Например, самая лучшая степень доверия, если ты осекся в жизни, сделал неправильный шаг, то ты искренне говоришь близкому человеку. И он потом это все переваривает. То есть надо говорить искренне то, что человек переваривает. Допустим, ты изменила мужу. Приходишь и искренне ему это говоришь, но он не переварил. И он потом уходит от тебя, из семьи. Правильно ли ты сделала, что ты сказала ему об измене? Нет. А что надо делать? Надо сказать ему, что у нас такие отношения, что мне хочется изменить тебе. Надо сказать часть правды, которую он переваривает. И он будет менять отношения, чтобы не хотелось изменять. Понимаете, да? Но если отношения очень глубокие, люди занимаются духовной практикой, можно всю правду говорить. Кроме прошлых отношений. Это правда вообще закрыта. Потому что их уже нет, этих отношений прошлых. И не надо их вспоминать. Если уж вы такие честные, расскажите ему про все ваши прошлые жизни, как вы в собачьем теле с кем-то сексом занимались. И как были рыбкой, и икру метали кому-то там. Все расскажите. Понимаете, мы вечно живем, и у нас было много всяких отношений с непонятно кем там. И что это все надо рассказывать? Эта жизнь уже прошла, теперь другая жизнь, и мы живем этой жизнью, честно строим отношения в ней. Итак, идея в чем заключается? В том, что открывать сердце нужно в отношениях, которые есть, настолько, насколько это допустимо. Сердце подскажет. Но открывать сердце надо. Потому что некоторые женщины вообще боятся его открывать. Они думают, что не надо ничего искренне говорить мужу. Если вы даже не можете просто с мужем поговорить искренне о том, что у вас внутри, поговорите с ним искренне о погоде. Откройте ему сердце о погоде. Скажите, смотри, какая погода сегодня удивительная. И это тоже будет открытие сердца. Хотя бы о погоде. Потому что, если у вас нет возможности в семье близкие отношения строить, у вас не хватает духовной жизни для этого, внутренней жизни, у вас отношения чужие в семье, хотя бы о погоде сердце открывайте. Иначе не будет отношений вообще тогда. И второе, что на эту тему я хочу сказать, что сердце надо открывать постепенно. Приучать мужа к тому, что ты открываешь сердце. Потому что для мужчины такая беседа, она болезненная. Но даже если искренне женщина хотя бы о чем-то с ним говорит, ему тяжело это слушать. Потому что искренние отношения для мужчины это трудные отношения. Они нелегкие. Но когда женщина открывает сердце, есть запрет один. Запрет. Что запрещено? Это удар ниже пояса. Допустим, женщина открывает сердце мужу и говорит ему, вот у меня такие-то чувства внутри. Допустим, мне очень тяжело жить вместе с тобой. Нет, не вместе с тобой, а в нашей семье мне очень тяжело жить. Она открывает сердце. Вот здесь запрет какой? Мне очень тяжело жить с тобой. То есть она сначала открыла сердце, а потом кинжал так оп поддыхло, что ты виноват во всем. Вот это вот уже запретная тема, потому что в этом случае мужчина, когда ему открывает сердце, он раскрывается, расслабляется и в это время оп, как допустим, мы уже решили, что сражение закончено, мы сражались, дрались друг с другом, сражались и решили, никто никого не победит. Уже мечи опустили, и в этот момент тот оп, ему поддыхло ножичек. Вот это уже подлость. Точно так же женщины часто делают. Они сердце сначала открывают, говорят, вот у нас так, и потом ему оп, ты виноват. Вот за это она получит по полной программе уже. Потому что, когда сердце открывается у мужа, и потом в него ножичек, он потом будет орать страшно. И это будет совершенно неожиданно, потому что, вроде бы, говорили, это нормально. А так как ему даже это нормальная беседа тяжелая, еще когда в этой беседе, когда сердце наружу, ему еще и ножичек впихнули туда нечаянно, вот тогда будет уже вопли конкретные. И больше никогда он уже не подпустит себе все, потому что у мужчины сердце очень чувствительное. Это женщины друг с другом могут открывать сердце сколько хочешь. Потому что у них сердце крепкое. У женщин крепкое очень сердце. Оно способно эмоции, терпеть любовь. Оно способно, это и есть крепость сердца. У мужчины очень слабое сердце. Поэтому мужчина влюбляется. Влюбился. Как в этом Маугли мне всегда вспоминаю в мультфильме. «Кааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ну то есть мужчина у нее жжет сердце когда он влюбляется очень тяжело а женщина она терпит не тоже жжет но она такая она терпит ну что сердце сильное у женщины и она может еще объект любви своей легать как копытом при этом то есть она может его и пошел вон тебя любит она может вот так еще мне сердце очень сильное боевое такое у женщины поэтому надо это учитывать и когда женщина открывает сердце надо должна делать тактично ударов ниже пояса нельзя делать нельзя в это время мужу говорить что он сам виноват надо просто сказать о том что мне плохо не указывая на источники ну то есть о том что мне тяжело допустим или о том что мне очень хорошо в этом может случае можно указать на источники здесь проблем уже нет понимаете то есть без личностей без этих подковырок просто мне тяжело все открытие сердце нужно для чего чтобы близкие отношения с мужем устанавливать вот все я думаю что ответил на этот вопрос не справиться со своими эмоциями то что я говорил записку читал вначале страх тревожность пыльчивость обидчивость и гневливость ответ такой надо очистить существование семьи когда в семье будет чистая жизнь вот допустим вот смотрите женщины представьте у вас семье постоянно звучит духовная музыка меньше эмоций меньше меньше у вас земле год в семье дома готовится освещенная пища спокойнее жить спокойнее у вас дома чистота спокойнее жить спокойнее дальше у вас дома иконы висят на стенах они deep people там или еще какой-нибудь people или people вот иконы то есть святые люди висят на стенах спокойнее жить спокойнее 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 многие не отвечают потому что нет опыта они знают надо попробовать и сразу эмоции меньше у вас радости больше будет также атмосфера должна быть уважительная допустим не надо в риту заходить с мужем там ему там в этих семейных трусах там это ну понимаете о чем я говорю вот это не создает отложить уважительную атмосферу надо делать замечания женщина должна следить чтобы аккуратно все ходили в доме это создает эту уважительную атмосферу и это успокаивает женщину потому что когда выглядят все отвратительно в доме женщина тоже выходит из равновесия начинают ругаться ходить злится с доме должно быть так чтобы все прощали просили прощения допустим дети поругались женщина должна настраивать их чтоб они помирились иначе и будет плохо она будет злиться с мужем тоже допустим поссорились надо мирить женщина должна этим заниматься она должна мириться тогда и легче становится дома. Вот такие простые правила. Но вот эта направленность, иногда у женщин бывает, поменять себя, вот это бесполезная, глупая идея совершенно. Вот если женщина нацелена поменять свой характер, она просто бьется лбом об стену. Женщина поменять свой характер не может ни на йоту, она может очистить свой характер. Характер тот же самый, просто спокойнее. Я такая же обидчивая, но не на что обижаться. Я такая же капризная, не на что капризничать. Я такая же чувствительная, иронимая и злопамятная, но не на что свою память зло использовать, не на что капризничать и так далее. Понимаете? То есть все стало нормально в моей жизни. Это означает очищение существования. Вот чем женщина должна заниматься. Ее характер по факту становится прекрасным. Потому что женщина, она уже имеет эту чистую природу с самого рождения. Ей надо просто поддерживать эту чистоту и все в себе. Вот простой метод. И он работает безупречно. Если женщина пытается менять свой характер, это просто глупая затея, которая все силы измотает, а толку никакого не будет. Смотрите, женщина внутри имеет очень твердый стержень. Что заложено, то остается. А снаружи она очень податливая. Женщина, допустим, может говорить как надо. Она может вести себя как надо. И может играть ту роль, которая требуется. Снаружи у нее психика очень мягкая. Она может меняться в зависимости от обстановки. Все. Она, допустим, в какую-то религиозную организацию приходит. Женщина три дня прошло, она уже выглядит точно так же, как они ничем не отличаются. Вообще, как будто она там сто лет уже занималась этой духовной практикой. Она быстро трансформируется. Мужчина будет ходить лет пять, как будто он новенький, первый раз пришел. Все наоборот. Снаружи он очень твердый и неизменный, а внутри у нее все меняется очень быстро, мужчина. Мужчина должен менять свой характер. Женщина должна очищать свое существование. Понятна система? Мужчина снаружи не меняется. Он не может очистить свое существование. Ему надо менять свой характер. Тогда ему легче будет жить. А женщина ничего не изменит. Вот такая система, надо ее принять. Просто, если не хотите принять, попробуйте по-другому. Беременная женщина ждет мальчика. Классно. Мужчина желает назвать именем немецкого происхождения, на которое у женщины идет сильное отторжение из уважения к мужчине, что делать в сложившейся ситуации. Понимаете, все вот эти вопросы такие вот, такого типа, когда муж что-то хочет, а я не хочу. Они только один ответ на все эти вопросы. Это значит, что вы не можете его любить просто и все. У вас атрофировалась любилка. Вы не можете как бы любить мужа просто и все. Потому что, понимаете, проблема заключается в том, что когда женщина заботится о мужа, любит его, она может у него попросить все, что угодно, и он ей все, что угодно даст. Имел бы я золотые горы и реки полные вина. Все отдал бы за ласки взоры, чтоб ты владела мной одна. Что, не знаете, да, женщины про это? Не слышали никогда? Единственное условие, что надо любить, понимаете, вот это вот такая песня только за это, понимаете? Она не бывает за что-то другое. То есть надо реально мужу отдавать свое сердце, заботиться, сражаться за эту любовь. Если женщина так себя ведет, она может подойти к нему и сказать, продаем машину, и он продаст. Любимую машину, которым дороже жизни, он будет плакать по ночам в подушку, но продаст. Вот какая цена любви такой поступок мужчина ради женщины может сделать. И вы говорите о каком-то названии сына просто. Как назвать сына? Это же ерунда вообще для женщины. Решить этот пустяковый вопрос. Если она любит. Как это мне одна женщина написала записку. Говорит Олег Геннадьевич, вот вы учите отстраняться как бы от мужа, чтоб его воспитывать. Я, говорит, на неделю уехала от мужа, отстранилась, и он мне звонит, говорит, слушай, отстранись еще на неделю, я так отдыхаю. Она говорит, что делать, у меня не получилось. Я говорю, так проблем-то всем в чем заключается, что, чтобы отстраняться, надо сначала что-то дать. Если ты ему не дала любовь как бы и отстранилась, так ему классно, наоборот, отдохни еще побольше. Ты там его замучила, как бы. Ты его замучила там вообще и теперь отстранилась. Так он отдыхает, правда. Ну вот ответ на этот вопрос такой, как назвать, как сделать так, чтобы сына не назвать вот то, что мне не нравится. Очень просто. Для этого надо учиться любить мужа. Потому что у мужчины, у любого мужчины есть одно и то же в сердце. Когда он чувствует любовь, у него к женщине просыпается бесконечная щедрость, которая ничем и никак не останавливается. Ну то есть она, у любого мужчины это мужское, просто мужская природа. Так же, как мужчина, если заботится, ухаживает за женщиной, то у женщины просыпается в сердце бесконечная ласковость к нему. То есть она очень ласково к нему относится, бесконечно ласково. И это для женщины естественно. То есть не надо ее учить быть ласковой к мужу, который очень ее уважает, ценит. Это не надо учить женщину этому. Это само собой у женщины происходит. Так же у мужчины щедрость, как бы само собой. Вот сколько хочешь, я готов отдать тебе все в пределах разумного. Олег Геннадьевич, а как вообще сделать, чтобы мужик таким стал? Ответ простой. Если женщина развивает свои качества, то мужские качества тоже развиваются. Ну как я уже говорил, то есть если жена смиренная, то муж разумный. Есть противоположности. Допустим, вот я вот, Олег Геннадьевич, разумная в семье, а муж у меня глупый. Как сделать так, чтобы муж был разумный? Надо сказать, что я глупая, вести себя смиренно, тогда муж станет разумным. Потому что веды говорят, что когда женщина себя считает разумной, это значит, что она глупая. Когда женщина себя считает глупой, это значит, что она стала разумной уже. Жизнь обычно женщин учит. И женщины, они как бы ведут себя с возрастом, стараются смиреннее вести себя. Они понимают, что женский разум, он очень увлекается сильно. И их ощущение женское, что это истина, иногда подводит. Поэтому женщины часто смиренно себя ведут, слушают чужое мнение внимательно. И так они обретают разум. Потому что женщина, она очень легко, когда она в смиренном состоянии, она очень легко улавливает истину. И легко понять, что есть на самом деле. А мужчине, чтобы понять истину, нам нужно взять на себя ответственность. Ему нужно считать, что вот это вот так. И надо мужчине дать возможность. Потому что мужчина, который берет на себя ответственность, куда он семью ведет. Женщина знает, куда он семью ведет. Но ей надо отдать ему возможность вести даже туда семью. Чтобы он стал ответственным. Понимаете? Ему надо сначала лицом в грязь, чтобы потом стать умнее. Понимаете? Мужчина учится на своих ошибках. Поэтому, когда мужчина становится ответственным, он говорит, я хочу вот там работать. Жена знает, там ничего хорошего не будет. Она ему говорит, ну там не будет нормальный зарплат, ну иди работай. Благословляет его. Он поработал там, чувствует, нет нормальной зарплаты. Ну ладно. Но зато ответственность принял. Понимаете? Уже хорошо. А так бы сидел дома и вообще не работал бы. А тут ему нужно ошибаться, ему нужно делать. Женщина должна позволить. И в чем проблема у женщин? Проблема заключается в том, что женщины часто не хотят позволить. Они очень привязаны вот к тому спокойствию, стабильности, которая у них есть. Они не дают возможность мужчине действовать так, как они могут. В результате женщина вообще ни с чем остается. Она вымучивает своего мужа. И то неправильно, и это неправильно. И лучше сама сделаю. Ну делай сама, значит. Когда женщина сама делает, она счастлива, нет? Вот давайте, женщины, закроем глаза, помедитируем сейчас. Смотрите, вот. Я работала, получила зарплату. Медитируйте. Вот зарплата, ваша зарплата. Ну это одна и та же зарплата. По количеству одно и то же. Я работала, получила зарплату. Второй вариант. Муж работал, поручил зарплату. Вот медитируйте то и это. И сравнивайте, какие деньги вам приносят счастье, а какие вас мучают. Вот смотрите, женщине получить зарплату, это все равно, что кровь свою отдать. Ей так тяжело это достается. Муж получил зарплату, одно удовольствие. Зарплата мужа – это счастье. Моя зарплата – это кровь. Когда женщина получает зарплату, мужчине лучше вообще на эти деньги не смотреть. Почему? Потому что она его вымучает за этих денег. То есть не дай бог ему на эти деньги себе что-то купить. Это будет капец. Она потом никогда не забудет. Через 10 лет вспомнит. Он как бы штаны будет одевать, она скажет, нам ее зарплату купили. Тяжело в этом. Теперь, когда же муж отдает женщине, жене деньги, он помнит об этом, нет? Отдал и отдал, ему все равно. Он спокойно к этому относится. Для него деньги не важны. Важно вот достижение. То, что он заработал, деньги для него важно. А вот то, что их истратила жена, ему все равно. Куда она истратила? Ну, важно, конечно, важно, но не так сильно. Ну, допустим, жена обещала истратить туда, истратила туда. Он говорит, в следующий раз так не делает. Как и что делать по отношению к тому мужчине, который ни в чем не виноват, а пришлось бросить? Что, прощения просить у него? Ну, проси, отчего от этого ничего не изменится. Ведь ты бросила Бога в его сердце. Ты предала Бога. Он тебе дал мужа, Бог. Это Бог дает близкого человека. Близкие отношения очень сокровенные. Они подчиняются воле Бога только. Ну, попробуй близкого человека. Пробегись по Риге. Найди близкого человека себе. Не так-то просто. Раз и встретила. Любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. И ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Да? Ну, то есть, это любовь. Она Богу принадлежит. Она не возникает. Вот, давайте мне любовь. Ничего подобного. Не получишь. Не заслужил. Теперь получил любовь. Вот, испытал эти чувства. И закончилось, да? Пинка под зад. Больше не получишь. Бог не даст больше. Ведь не вопрос, что делать по отношению к этому мужчине. А вопрос, что будет со мной дальше в жизни. С этим мужчиной все будет нормально. Он пострадает, как бы помучается. Бог ему даст хорошую жену за это. А вот, что с тобой будет потом, неизвестно. Вот, в чем проблема-то. В этом проблема заключается, а не в чем-то другом. Мы же с Богом в основном отношения-то здесь строим, в этом мире. И вы думаете, а вот мне дал. Я бросила, и мне дал хорошего мужчину. Вот здесь как раз и ждите дальше. Правильный ответ будет позже. Чуть-чуть там, всегда позже. Сначала человек получает свое, потом правильный ответ. Надо чуть подождать. А лучше не ждать, а просто сразу раскаиваться. Потому что, может быть, этого ответа и не будет никогда, если ты сдашь экзамен раньше, чем он должен прийти по твоей судьбе. Поэтому раскаиваемся мы постоянно, и делаем мы это для Бога. Бросила или не бросила. Если еще не бросила, но хочешь, уже надо раскаиваться на всякий случай. Не то, что потом обязательно брошу, нет. А просто надо уже раскаиваться. Потому что мы всегда предаем близких людей. Мы часто их предаем. Когда человек предает близкого человека, он уже не чувствует к нему ни любви, ни близости. От него чистоты тоже он не чувствует. Он чувствует его плохим. Это означает, что я сам предал, и поэтому так и чувствую. Бог не дает интимных отношений тому, кто предал отношений. И мы не узнаем, что такое отношения, поэтому часто предаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова